итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на обзоре мобильный телефон fly r life quad 3 телефон из биржидной категории чем он меня привлёк так тем что за сравнительно небольшие деньги вы получаете может не максимум почти максимум из того что можно получить стоимость телефона там всего-то 1300 гривен для данного аппарата это очень даже дешево телефон имеет 4 и 7 дюйма экран у него есть два сенсора приближение и удаление также у него есть индикатор событий не очень яркий но его видно когда привыкаешь его заметно светится он таким синеньким фронтальная камера разговорный динамик громкий микрофон micro usb 3.5 разъем передняя камера 5 мп у него есть сдвоенная вспышка очень яркая задний динамик не очень громкий наверное это скорее всего проблема программного характера потому что я читал на форумах что есть люди которые которым удавалось поднять громкость но изначально заводской прошивку она идет с тихим динамиком играть их кнопка блокировки разблокировки качелька громкости сенсорные кнопки три штуки внизу аккумулятор здесь на 1750 миллиампер экран здесь не и без конечно же за эту цену обычный тифти инверсия кстати не очень радуй здесь потому что инверсия очень сильная когда вот под наклоном вниз ее заметно вот но в целом принципе крайне плохой довольно я соответственно все современные коммуникации здесь есть gps блютуз хай фай фай синхронизация две сим-карты поддерживает телефон если в моде работает довольно шустро аппаратик такой в принципе по работе неплохой в antutu набирают 15000 попугайчиков что в принципе довольно неплохо я ожидал меньшего аппарат приятного ее по скорости работ здесь стоит какой-то флайский там процессор не помню как называется он четырех ядерный 1.2 частота фотографии делать принципе неплохие как для 5 мегапикселей единственный недостаток это то что в вечернее время суток смазывает очень сильно ну а так целом принципе фотографирует нормально по работе глюков замечены не было работает нормально сети еще также что то что люди частенько жалуются на аккумулятор и жалуются на подтупливание системы на это полагаю что это связано с какими-то багами может быть в прошивке не знаю но данный экземпляр который сейчас у меня в руках находится в принципе работает хорошо никаких нареканий работать стабильно я так полагаю что я скорее всего лотерея кому-ка попался еще у этого телефона есть как говорил я уже не помню нет что здесь есть микрофон шумоподавления кстати думал что это муляж но нет оказывается да такие микрофон шумоподавления что очень даже неплохо за тысячу за 1300 гривен такие характеристики а здесь еще кстати 4 гига памяти свое внутреннее и 1 гигабайт оперативной памяти что в принципе неплохо вопрос стоит ли этот телефон брать то думаю что стоит за эти деньги стоит только конечно предварительном азии не стоит его проверить если есть возможность такая немножко потаскать чтобы не было потом проблем с батареей совсем остальным чтобы сразу проверить ну все все закончить спасибо всем за просмотры до свидания